У входа в Нижнекамскую прокуратуру сегодня неспокойная часть коллектива предприятия Промсталь-конструкция пришли сюда для того, чтобы добиться правды. Своих кровнозаработанных люди не видят уже с апреля. Однако одними обещаниями сыт не будешь. Многие погрязли в кредитах и долгах. Сегодня было собрание, все приехали, кто мог оповестили, и то не все, кто друг друга узнавали. Приехали, нам сказали устраивать другие места на работу, потому что администрация вас не собирает, мы не ведем, что нам делать. Вот мы приехали, все собрались сюда. Мы устали ждать, мы не понимаем. У нас был один директор, он тихо ушел, появился другой директор. Мы его не видим, второго директора. Потом на грязунте появляется другой директор, собирается открыть предприятие следующее. Мы не можем войти в предприятие, пока не увидим зарплату. Многие из сотрудников предприятия проработали там более 10 лет, но никто из них и представить себе не мог, что столкнется с такой проблемой. Кто-то обещанных денег так и не дождался, уволился. Те, кто в борьбе за свои кровно заработанные, решили идти до конца, сегодня приняли решение написать заявление на возбуждение уголовного дела. Мы пришли в прокуратуру, следственный комитет обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела. Вот все присутствующие, сколько народу. Потому что уже невозможно. Мы с апреля месяца, именно я, более трех месяцев не получал заработную плату. Обратились, следственный комитет принимает заявление у нас. Все, проблем нет. Прокуратура делом завода «Промстальконструкция» заинтересовалась давно. Рабочие предприятия еще в конце июня устраивали двухдневную забастовку. Сотрудники прокуратуры за дело взялись незамедлительно. Проверки, проведенные на предприятии, показали. По данным исковых заявлений, на тот момент их было почти 150. Долг предприятиям перед рабочими составил более 2,5 миллионов рублей. Нижнекамская городская прокуратура о ситуации в «Промстальконструкции» уже была в курсе. Осуществлена выездная проверка. По итогам проведенной проверки выявлены несвоевременные выплаты заработной платы с апреля месяца. По итогам проведенной проверки приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, а именно направлены заявления в суд о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы с организацией. Также в отношении руководителя возбуждено административное производство по статье 5.27. После передачи заявлений в Следственный комитет это дело может получить статус уголовного. Таким образом, рабочие надеются вернуть свои деньги. Ставить точку в этом громком деле еще рано. Люди надеются, что все предпринятые ими меры все-таки дадут результат и им выплатят долгожданную заработную плату. В любом случае мы будем следить за ходом этой истории. Екатерина Разина, Евгений Лызаев. Новости НТР.